МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Удивительное все, что происходит или может произойти в нашем городе. И вот о чем мы расскажем вам на этот раз. ЧП на Северной. Из-за пожара в многоквартирном доме без крыши над головой остались 16 человек. Слаженная работа экстренных служб помогла избежать трагедии. Что стало причиной пожара? Где разместят погорельцев и какую помощь им окажут? И почему дом так быстро запылал? На кого можно надеяться в такой экстренной ситуации? И как севастопольцы не остались в стороне? Наши корреспонденты пообщались с очевидцами происшествия. Владимир Путин снова в Севастополе. Что делал президент на спектакле в Херсонессе? О чем говорил за кулисами с гостями оперы? Почему президент и другие федеральные гости так часто теперь бывают в нашем городе? О чем договаривается с ними в Рио губернатора Михаил Развожаев? И какие преференции по итогам этих визитов получат севастопольцы? Татьяна Конради наблюдала за работой в Рио во время визитов федеральных гостей и увидела то, чего многие могли не заметить. Не в дружбу, а в службу в Севастополе начнут строить служебное жилье для бюджетников, где город возьмет деньги на новую масштабную стройку. Кому достанутся квартиры севастопольцам или приезжим специалистам? Решит ли жилищный вопрос проблему кадрового голода в социальной сфере Севастополя? Мы пообщались с врачами и учителями и узнали, как дороги им квадратные метры. УК вызывают в суды, одна за другой управляющей компанией проигрывают судебные иски севастопольцам. Как и сам удается то, чего, кажется, раньше никому не удавалось. Каково это получить деньги за многолетние коммунальные мучения? И существует ли хоть один способ проучить нерадивых коммунальщиков, не переступая пороги судов? Есть ли жизнь с проигравшей управляющей компанией после судебных тяжб? Александра Ковалева встретилась с жильцами-победителями и попробовала разобраться с томами их судебных дел. Опасные игры и аттракционы на пляжах, парках, торгово-развлекательных центрах – летом одни из массовых мест развлечений. Но кто задумывается о безопасности в то время, когда предприниматели озадачены получением прибыли? Какие они обязательные требования при эксплуатации аттракционов? Как и чем должны быть оборудованы игровые зоны и зоны с развлекательными конструкциями? Кто отвечает за безопасность детей, родителей или владельцев? И на что нужно в первую очередь обращать внимание перед тем, как сесть на карусель? Наталья Двойцева побывала на популярных пляжах города и местах развлечений и провела собственную операцию – операцию «Аттракцион». Франция в Крыму. Севастополь становится лучшей съемочной площадкой для документальных и художественных фильмов. Какой новый проект снимают у подножия горы Гасфорта? Почему картина закрыла режиссеру Михаилу Матросову путь в Европу? За что у него отобрали шенген и 20 часов продержали без еды на границе? Какие тайны о женском партизанском отряде «Родина» и Второй мировой войне раскрывает Матросов в новом фильме? И почему вместо Франции приехал снимать в Севастополь? Подробности скандальной истории в эксклюзивном интервью режиссера нашему телеканалу. И начну я с ЧП, которое произошло в пятницу на северной стороне. На улице Челюскинцев сгорел деревянный многоквартирный дом. 16 человек, есть среди них и дети, остались без крыши над головой. Трагедии удалось избежать лишь чудом. В доме находилось несколько баллонов с газом. К счастью, все службы отработали слаженно и оперативно. И обошлось без жертв. Власти города развернули оперативный штаб на месте происшествия. Поставили палатку для отдыха и складирование вещей, которые удалось вынести из пожара. Пострадавшим помогал психолог. Решили вопрос с размещением, пока всех пострадавших поселили в пансионат «Лазурь». Пятничное ЧП обострило сразу несколько проблем, которые годами не решались в Севастополе. Одна из них – старый жилой фонд. Сгоревший дом был построен еще в 1951 году и представлял собой конструкцию из отшукатуренных деревянных панелей. Когда стоит 30-градусная жара, для такой критичной могла стать любая искра. Но еще важнее – отношение самих жителей к собственной безопасности и безопасности людей вокруг. По одной из версий, пожар случился из-за непотушенной сигареты. Это первые кадры с места событий. Их сняли очевидцы. Картина ужасает. Как видно, здание объято пламенем, а в небо поднимается столб черного дыма. Когда это произошло, Татьяна Лучина, как и все ее соседи, мирно спала и не подозревала о том, что какое-то время ее жизнь угрожала смертельная опасность. Спас внук. Он услышал треск на крыше и разбудил женщину. Рано утром произошло возгорание отсюда, с конца дома. Услышали треск и пошел через крышу огонь гореть. А так как дом деревянный, сразу все это начало гореть. И еще все, видите, пенопластом сделано, утеплено. Поэтому такое, ну, МЧС, сработало все хорошо. Приехали быстро, через 12 минут. И сразу вот начали тушить. Семья у Татьяны Лучиной большая. Кроме нее дочь, зять и два внука. К счастью, никто не пострадал. А вынести люди смогли самое ценное – документы. Абсолютно все вещи успела спасти Екатерина Лысенко вместе с мамой. Она ее и разбудила. Девушка рассказывает. Поначалу подумала, что где-то поблизости фейерверк. И не поняла, зачем ее оторвали ото сна. Но затем, по взволнованному выражению лица матери, поняла – случилось страшное. Я побежала сразу к шкафу к вещам. И все. У меня вообще никаких мыслей не было. Я боялась, что мы сейчас, наша квартира загорится сразу же. И все. Поэтому побежала к вещам. Я побежала в свою комнату собирать вещи. Все. Вынесли все вещи. Ну, там одежда, там документы такое. И все. А потом уже поочередно начали вытаскивать. Когда пожар закончился, начали уже холодильники и такое все, технику. Под разделением ЧС сработали оперативно. Вызов управления поступил в 5 часов 22 минуты. А уже через 3 минуты пожарные были на месте. Для того, чтобы потушить возгорание, задействовали 12 единиц техники. Обнаружили открытое пламенное горение этого многоквартирного дома. Подтвердили ранг пожара номер 2, потому что открытое пламенное горение и площадь была больше 200 метров квадратных. Общая площадь тушения состояла 650 квадратных метров. С места пожара было эвакуировано 16 человек, из них пятеро детей. Развернут временный пункт размещения граждан на базе установленной палатки. В настоящий момент пожар ликвидирован. Локализация пожара была в 6.48. Данные по количеству жильцов этого дома и количеству эвакуированных людей совпадают. Их 16. А это самое главное. Пострадавших нет. И это несмотря на то, что крыша дома во время пожара провалилась. Сотрудники МЧС говорят, конечно, многие люди находились в шоке, потому что им угрожала смертельная опасность. От управления МЧС с людьми беседовали психологи. Кроме того, сотрудники МВД помогали жителям экстренно выносить вещи. Мгновенно среагировали и городские власти. Выехали на место. По поручению времени, вставляющейся обязанности губернатора Севастополя, Михаил Владимировича Разважаева, здесь развернуты службы. Правительство Севастополя организован прием граждан Севастополя, где записываются их пожелания, что необходимо сделать для того, чтобы обеспечить их нормальную жизнь и жизнедеятельность. На своей странице в социальной сети Михаил Разважаев рассказал, что сейчас находится в Москве, но лично контролирует ситуацию со сгоревшим домом и очень сожалеет о том, что в городе нет маневренного фонда. Сейчас мы опросили каждого члена семьи о тех потребностях, которые необходимы, проработали вопрос по временному размещению, обеспечению питания. А питание, воду и все необходимые вещи на место привезли. Кроме того, для временного хранения вещей погорельцев возле сгоревшего дома также установили палатку. На месте ЧП создан оперативный штаб, работает следственная группа. Всем необходимым готова помочь и власти Нахимовского района. Мы сейчас выявили тех людей, которые нуждаются в помощи. Выявили, знаем, что здесь жила, в данном доме жила одинокая мать с тремя детьми, которая детей готовила в школу, покупала все необходимое. Она недостаточно обеспечена. Естественно, я как глава района окажу всяческую помощь и депутаты окажут, чтобы дети пошли в школу и не чувствовали вот этого горя, которое произошло. Представители городских властей заверили погорельцев. Со своей стороны сделают все возможное, чтобы люди не остались без крыши над головой. У нас из шести семей две семьи размещаются сейчас временно у родственников. Для четырех семей определено временное размещение в пансионате «Лазурь» на северной стороне. Пансионат «Лазурь» располагается рядом и тоже на улице Челюскинцев. Сотрудники МЧС связались с руководством пансионата и попросили о помощи для погорельцев. Расположить нужно четыре семьи, и администрация приняла экстренное решение – снять бронь с четырех номеров. Людям, которые планировали здесь остановиться, пришлось объяснить – тем, кто чуть было не лишился жизни, эти номера сейчас нужнее. Они здесь могут разместиться настолько, насколько потребуется. В городе Севастополе сегодня недостаток маневренного фонда. Поэтому, учитывая, что ситуация, мягко говоря, нестандартная, и люди лишились самого главного жилища, мы примем все меры для того, чтобы они находились здесь столько, сколько потребуется городу для решения их проблем. Максим Еремко добавил – по поводу питания погорельцы, которые остановятся в пансионате, могут не волноваться. Спустя несколько часов после пожара люди уже смогли разместиться в номерах. Люди лишили жилья, и по-соседски мы не могли не помочь в данной ситуации. Воспоряжении погорельцев будут удобные двух- и трехместные номера категории «комфорт». В пансионате расположились девять человек. Спальня плюс дополнительное место, душ, туалет, кондиционер, телевизор. Очень свежий ремонт, довольно-таки в хорошем состоянии, с хорошим потрясающим видом на сосновый бор. Это ЧП объединило и обычных жителей города. С самого утра, как только появилась информация о пожаре, они стали предлагать свою помощь погорельцам в социальных сетях. Спрашивали об адресах, куда можно доставить помощь. Во второй половине дня в городе развернули пункты приема вещей для пострадавших. Просят привозить средства личной гигиены, одежду, обувь и продукты. Пункты работают по адресам. Улица Челюцкинцев, 10, кольцо на пятом километре возле рынка и рынок на улице Силаева. Один из таких пунктов организован на улице Богданово, 15, так называемом Богдановском рынке. Местные торговцы собирают необходимые вещи буквально всем миром. Администрация рынка Богдановский решила оказать помощь материальную погорельцам с улицы Челюцкинцев. Бросили клич всем предпринимателям рынка. Предприниматели собирают одежду, обувь, продукты питания. А в воскресенье на место ЧП на улицу Челюцкинцев приехал временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев. В день происшествия он находился в Москве и не смог лично быть здесь. Вместе с депутатом парламента Александром Кулагиным, а также с вице-губернатором Андреем Шишкиным, который находился на месте с первых часов, он пообщался с представителями МЧС. Спасатели рассказали, последствия могли быть намного хуже. Так как дом у нас электрифицирован, но не газифицирован, то пять баллонов полностью все были эвакуированы, то есть ни один баллон не взорвался. Там были еще баллоны с газом, да. Если бы, конечно, время было бы позже, то печальная картинка была. Так, в целом, по органам дознания наши завершили полностью все процедуры. Предварительно и уже очаг возгорания определен. Это пристройка вот справа от дома на уровне пола. Также в МЧС сообщили, всем жильцам этого дома предоставили справки о пожаре. Благодаря этому погорельцы теперь могут обращаться в органы социальной защиты и МВД для восстановления документов, которые не всем удалось спасти. В списках ветхого и аварийного жилья дом не значился. Около трех месяцев назад управляющая компания поставила объект на балансовый учет. Теперь же дом собираются признать аварийным. Сейчас признаем его аварийным, я надеюсь. И будем уже решать вопросы. Мне кажется, собирайте комиссию, признавайте, надо это включать на... Да, да, да. Собственниками мы уже поговорили, все напишут заявление на признание его аварийным. Соответственно, будем передавать в службы соответствующие. Но главное даже не это. Вопрос теперь в том, где все эти люди будут жить. Маневренного фонда у города нет. Михаил Развожаев отметил, ситуация с этим непростая. Непростая. Дело в том, что у семей погорельцев были разные жилищные права. У кого-то квартира была в собственности, у кого-то были оформлены договоры социального найма, у кого-то не было и этого. Есть семьи, которые жили в доме, что называется, на птичьих правах, без всяких документов, потому что их заселила туда управляющая компания. Выход из ситуации, заверил в Рио, обязательно будут искать и для таких семей. Глава города поручил вице-губернатору Андрею Шишкину создать рабочую группу. Если погорельцам понадобится дополнительная финансовая помощь, средства будут изыскивать в резервном фонде правительства Севастополя. Вернулся Михаил Развожаев и к проблеме включения дома в список аварийного и ветхого жилья. Глава города уверен, до конца года в городе необходимо провести инвентаризацию таких домов. Мы должны такого рода жилищный фонд весь обследовать и начать процедуры признания аварийным, потому что по национальному проекту федеральному жилищу есть возможность получать федеральные деньги на переселение. Может быть, сейчас даже там дополнительные какие-то возникнут возможности, чтобы Севастополю больше включиться в этот проект, получить средства для того, чтобы, соответственно, для граждан из ветхого аварийного фонда переселять. Либо, как мы сегодня обсуждали, сейчас об этом скажу, может быть, не предоставлять квартиры, а предоставлять сертификаты денежные для приобретения жилья на рынке. Возможность предоставления сертификатов есть лишь в некоторых регионах страны. Это необходимо, когда семью переселяют по программе ветхого и аварийного жилья. По закону, людям должны предоставить помещение с точно такой же площадью, которая была у старой квартиры. И гораздо проще, когда на выделение помещения предоставляется сертификат. Но для этого в Севастополе нужны изменения на законодательном уровне. Мы вот сейчас сообщали, что, возможно, мы проанализируем сейчас ситуацию для того, чтобы рассмотреть вопрос, какие варианты могут быть с законодательной точки зрения для обеспечения жилищных прав пострадавших людей. В случае, если потребуется внесение изменений в законодательство города Севастополь, это будет сделано в самом оперативном порядке. До конца не ясна пока причина пожара. Версии случившегося пока предварительные. Окончательные выводы сделает специальная пожарная лаборатория. Результаты экспертизы станут известны не позднее 25 августа. Светослав Данилов, Владислав Иванов, Андрей Вовк, Севастопольское телевидение. Конец июля, начало августа запомнится севастопольцам как самое жаркое время. И не только потому, что в разгаре пожароопасный и курортный сезон, а температура все время норовит перейти за отметку 30. Горячо в нашем городе и в политическом смысле такого количества визитов федеральных персон за такой короткий срок лично я не припоминаю. Поднимем хронику. 29 июля город посещает премьер Дмитрий Медведев. Вместе с ним несколько ключевых министров и их заместителей. Речь идет о национальных проектах и ФЦП. 31 июля министр культуры Владимир Мединский проводит в Севастополе совещание, где обсуждаются перспективы развития двух федеральных музеев. 10 августа на празднование десятилетия байк-шоу в Севастополь приезжает Владимир Путин. 13 августа он возвращается в город, чтобы посмотреть легендарный балет «Спартак». Какой бы ни была официальная повестка этих визитов, многое остается за кадром. Однако даже протокольные съемки позволяют нам кое-что понять. Например, что президент не только смотрел балет, но и прояснял для себя ряд государственных вопросов. Что глава города не только выполнял роль принимающей стороны, но и решал с президентом городские проблемы. Какие именно? Об этом поговорим позже. А пока предлагаю вспомнить, как прошел этот визит Владимира Путина в Севастополь. Во вторник президент побывал на масштабной премьере. На главной сцене музея-заповедника Херсонес давали легендарный балет «Спартак». Эта постановка открыла международный фестиваль оперы и балета в музее-заповеднике. В антракте президент пообщался с будущими воспитанниками Академии хореографии, набор в которую завершился 12 августа. Вице-премьер Ольга Голодец, которая также в эти дни находилась в нашем городе, представила президенту будущих руководителей Академии и их первых учеников. 7 июня в Севастополе организовано хореографическое училище. Это его директор, руководитель Сергей Полунин, Иван Кузнецов, художественный руководитель нашего учреждения. А это первые ребята, которые прошли тяжелейший конкурс и сегодня зачислены в хореографическое училище. Но мы надеемся, что это наши будущие звезды. Владимир Путин интересовался, как идут дела. Будущий худрук Академии главный балетмейстер Ростовского государственного музыкального театра Иван Кузнецов в двух словах рассказал. Помещение нашли, пока занятия будут проходить в спорткомплексе Мусон. Это помещение оказалось наиболее подходящим для проведения танцевальных занятий. Преподавательский состав тоже определен. Главным наставником Академии станет всемирно известная звезда балета Сергей Полунин. И вы будете работать? Да, будем работать. Правда? Дети очень талантливые, что... А как же вы такой востребованный артист, модный, я бы сказал, сегодня на расхват? И будете здесь сидеть и работать с детьми? Да, дети – это самое большое счастье. Пока взрослые обсуждали большое будущее севастопольских детей, те с нетерпением ждали фотосессию с президентом. По окончанию разговора о масштабных проектах Владимир Путин собрал всех вместе для фото. А после раздал автографы будущим звездам. Одно из них, Настя Ирюменко, даже поцеловал руку. Вы наверняка успели заметить, что на всех официальных и неофициальных мероприятиях во время всех федеральных визитов присутствовал глава Севастополя Михаил Развожаев. О чем же он говорил с премьером и президентом? Звучали ли личные просьбы или речь шла в первую очередь об интересах города, который он только что возглавил? Это остается за скобками официальной программы. Но, как я уже сказала, даже протокольные съемки дают ответы на многие вопросы, если внимательно изучить их. Татьяна Конраде погрузилась в отснятые ранее материалы с этих встреч и отметила все самое важное, о чем договорился с федеральными гостями Михаил Развожаев. 29 июля. В городе находится премьер Дмитрий Медведев. В правительстве Севастополя он проводит совещание. Вместе с профильными социальными министрами и представителями региональной власти обсуждается реализация федеральной целевой программы и национальных проектов. В зале глава обоих регионов Сергей Аксенов и Михаил Развожаев. Он руководит городом чуть больше двух недель, однако сразу это бросается в глаза. Довольно уверенно оперирует цифрами и фактами. И даже уверенно отвечает на уточняющие вопросы премьера. Что конкретно по трем национальным проектам в 2019 году будет сделано? По национальным проектам образования начнется строительство корпуса школы номер 61 в Гагаринском районе. Также будет введено в эксплуатацию, мы планируем, две школы на 600 мест в составе образовательного центра «Античный» и 720 мест в инженерной школе. Это две школы, которые находятся рядом с тем детским садиком, который мы сегодня посетили. А детских садиков-то в этом районе хватит или нет? Ну вот, как я вам докладывал, что пока тот, который введен в детский сад, в котором мы сегодня были, его плановая мощность 280 ребятишек, а сейчас там 300. Ну, нельзя ли побольше, да. То мы будем планировать, конечно, в этом микрорайоне развивающемся еще детские дошкольные учреждения. На совещании речь идет о серьезных деньгах. Федеральный центр помогает Севастополю и Крыму беспрецедентными для российских регионов средствами. Освоение их, по мнению премьера, идет очень медленно. Говоря проще, дороги, школы и больницы на полуострове должны строиться быстрее. Проблемы не на пустом месте, и Михаил Развожаев озвучивает, пожалуй, главную – нерадивые подрядчики. Проблема общая для обоих субъектов. На полуострове дефицит крупных качественных строительных организаций, а с материка они не заходят из-за санкций. В итоге в конкурсах участвуют недобросовестные подрядчики, получают аванс и растворяются. Михаил Развожаев обращается к премьеру с предложением на уровне российского правительства определить подрядчиков на социально значимые крупные объекты, которые строятся в рамках национальных проектов. Выделяются огромными средствами, чтобы вводить десятки объектов. Мы становимся заложниками этих бесконечных процедур. И никакой бюджетной экономии средств мы в итоге не выходим. Они все в огромные финансовые временные и социальные издержки. Нацпроекты и ФЦП – главная тема совещания. Но, несмотря на это, в Рио поднимают другие, не менее важные для Севастополя вопросы. Те, которые не решить без участия федеральной власти. Кажется, они находятся далеко за пределами разговора. И тем не менее, еще до начала встречи с министром Михаил Развожаев обращает внимание премьера на трудности с притоком инвестиций. А все потому, что перестали работать налоговые льготы. Они существовали до 2018 года. Сейчас их действие закончилось, хотя город остается особой экономической зоной. В 2017 году на пике работы свободной экономической зоны пришло 183 резидента и проинвестировали более 2 миллиардов рублей частных инвестиций. С 2018 года эта льгота была отменена, и мы перешли на общий показатель в 30%. Естественно, в 2018 году у нас уже резко упало количество резидентов. Всего 39 мы зарегистрировали. А с начала 2019 года всего 2. Но и объем инвестиций, конечно, упал. Михаил Развожаев уточняет, льготный режим давал рабочие места и стимулировал экономику. Приводил в город бизнес материка, в том числе и инновационный. В Калининграде такой режим действует до сих пор, говорит глава региона, и предлагает вернуть налоговые преференции инвесторам. Дмитрий Медведев без раздумий соглашается. Очевидно, что экономика Севастополя, не говоря уже в социальной сфере, еще сильно отличается от лучших образцов нашей страны. Поэтому, наверное, нужно вернуться к разговору о сохранении или возобновлении соответствующих льгот. Давайте я дам поручение. Я прошу вас тогда отработать вместе с Министерством экономики, нашим Министерством экономического развития, Министерством финансов и с рядом других ведомств, которые этим занимаются. И вот еще одна тема совсем уже за рамками повестки. Доступность ипотечных кредитов. Закончив доклад о реализации ФЦП и нацпроектов, Михаил Развожаев рассказывает премьеру, на полуострове не работают крупные банки. Ипотека не может упасть до 8% ставки, как гарантирует жителям России нацпроект «Жилье и городская среда». Федеральный центр мог бы помочь севастопольцам и перекрыть банкам часть процентной ставки. Но при этом отмечает, регион тоже мог бы включиться в такую программу собственными средствами бюджета. Мы здесь можем, как администрация региона, взять на себя вот эту функцию, правильно отадминистрировать и существенно снизить процент по ипотеке, что, конечно, будет воспринято людьми очень позитивно. Тем более, что в рамках всех национальных проектов такая задача поставлена. Двумя неделями позже, на встрече с Владимиром Путиным, Михаил Развожаев вновь поднимает жилищный вопрос. Он просит президента создать отдельную госпрограмму по улучшению жилищных условий для специалистов. В Рио отмечает, жители Севастополя долгое время не могли пользоваться теми жилищными программами, которые действуют по всей России, и сейчас в улучшении жилищных условий нуждается более 2000 специалистов. Люди живут по общежитиям с детьми и семьями, приходят с ордерами, которые были выписаны еще в советское время, но так и остались нереализованными. И оперируют цифрами, чтобы выровнять ситуацию, нужно построить как минимум 270 тысяч квадратных метров жилья, а это примерно 12 миллиардов рублей. Владимир Путин уточняет, за какой период Севастополь сможет освоить эти средства. Прямого ответа президент, конечно, не дал, как и не дал его премьер-министр. Все это предмет для серьезных бюджетных расчетов, разговоров с министерствами и ведомствами Российской Федерации. Но вряд ли стоит сомневаться, что просьба Развожаева будет забыта. Ведь до сих пор севастопольцы, как и крымчане, не оставались неуслышанными. Татьяна Конрадия, Ольга Суржикова, Святослав Данилов, Сергей Котляренко, Денис Прошин, Севастопольское телевидение. Судя по всему, проблема доступности жилья – одна из тех, что сейчас особенно беспокоит Михаила Развожаева. На встрече с Владимиром Путиным он назвал это, цитирую, «важным проблемным вопросом». А беспокоит главу этот вопрос еще и потому, что он напрямую связан с кадровым дефицитом. «Кадры решают все», – сказал однажды Иосиф Сталин. Эта его фраза актуальна почти спустя сто лет. В Севастополе строят новые больницы, современные высокотехнологичные центры, школы. Своих кадров не хватает. Специалисты приезжают, но им негде жить. Но речь ведь не только о приезжих сотрудниках. Севастопольцы тоже в жилищной ловушке. Многие десятилетиями работали в социальной сфере и так и не смогли обзавестись собственными квадратными метрами. А купить жилье, понятно, не могут. Цена квадратного метра в Севастополе – одна из самых высоких в стране. Повлияет ли решение жилищной проблемы на проблему кадровую? Марина Кравцова пообщалась с представителями самых востребованных специальностей в городе и выяснила, как дороги им квадратные метры. Работал в Санкт-Петербурге. Три года заведовал онкологическим отделением в Центральном федеральном округе. Врач высокой квалификации, профессионал своего дела. Около года назад Матвей Ермаков решился переехать в Севастополь по приглашению главврача онкодиспансера поднимать качество онкологической помощи в нашем городе. Приехал вместе с командой таких же вдохновленных и идейных врачей, для которых главная цель – эффективное лечение и помощь людям. Но помимо рабочих задач пришлось решать и бытовые – где жить. На подъемные снимают квартиру, но эти деньги когда-то закончатся. А в отделении из пяти человек четверо медиков живут в арендованных квартирах. Сюда приезжают те, кто хотят помочь. Создаются команды. Потому что онкология – это в любом случае командная игра. Создаешь, пытаешься создать условия для своих работников, чтобы каждый работник, который у тебя есть, он у тебя был… Ну, как бы минимизировать его головные боли по другим, по сопутствующей. То есть вот у него есть пациент, и он должен… Его голова должна быть занята пациентом. Если у него будет голова занята, где я буду жить, то он не сможет лечить людей. Врач рассказывает, многие его коллеги не хотят приезжать в Севастополь именно из-за жилищного вопроса. Стоимость аренды зачастую выше, чем в том же Санкт-Петербурге. Чего не скажешь о зарплатах. А медработников в нашем городе действительно не хватает. По данным Департамента здравоохранения, сейчас 249 вакансий для врачей, около 600 для среднего медперсонала и чуть больше 100 для младшего. А ведь впереди масштабные стройки новых объектов. Создание медицинского кластера, строительство детских и взрослых поликлиник. И кадровый голод может вырасти в разы. У нас на сегодняшний день проведена работа, ведется работа, проектируется порядка 15 медицинских организаций. Из них 9 медицинских организаций находятся в федеральной целевой программе. При строительстве новых объектов, в основном, конечно, у нас существенный прирост дает 3 крупных. Это онкодиспансеры, больницы скорой медицинской помощи, инфекционные больницы. Общая потребность карты составит порядка 620 человек. За врачей борются во многих регионах. И высококвалифицированные кадры в Севастополь надо будет заманивать. Доплаты разным категориям медиков, единоразовые выплаты в миллион рублей, целевой набор в медколледж, а в перспективе и в московские, кубанские и крымские университеты. Такими способами и сейчас стремятся привлечь медиков. Но по-прежнему квартирный вопрос портит многое. Не то что годы, десятилетия не было работающего механизма предоставления служебного жилья бюджетников. Маневренного фонда в городе нет. И по факту получить место в общежитии, и тем более квартиру, просто нереально. Каким бы востребованным и нужным не был специалист. Наболевшая и, казалось бы, уже безнадежная ситуация, наконец, получила реальный путь решения. Создать специальную дополнительную госпрограмму для Севастополя по строительству служебного жилья. И решение жилищных проблем севастопольских бюджетников вышло на самый высокий уровень. Я предложил президенту, что, во-первых, мы строим огромное количество новых объектов. И понадобится все равно привлекать специалистов, чтобы они приезжали, работали в Севастополь. У нас просто нет такого количества кадров, чтобы обеспечить эти новейшие медицинские центры, чтобы, соответственно, школы, больницы, все, что будет строиться. Но, с другой стороны, эти люди, которые севастопольцы, которые сегодня работают в бюджетной сфере, они, конечно, должны быть, их жилищные условия улучшены. О служебном жилье давно мечтают не только медики. В образовании картина та же. Строятся новые школы, открываются детские сады, а работать в них некому. За пять лет в севастопольских школах стало на 11 тысяч учеников больше. Тенденция, конечно, радует, но вот учителей нужно еще 150 человек. Самые востребованные – математики, физики, педагоги начальной школы. Многим приходится работать на две ставки. А в ближайшие пять лет в Севастополе построят еще 10 новых школ. И работать там будут 675 учителей, которых сейчас нет. Многие готовы переехать, но спотыкаются, а все тот же квартирный вопрос. То же самое и с детскими садами. Чтобы укомлектовать, штат нового садика уходит до полугода. Очень часто звонят, приезжают. Тут буквально вчера три письма было с просьбой. Мы хотим приехать в Севастополь, но все эти письма заканчиваются тем, что мы хотим получить жилье. Это или спрашивают по программе «Земский учитель», или по программе, ну какие-то тоже подъемные там предполагается, 1 миллион рублей. Эта программа будет действовать с 2020 года в сельском местности. Проблему решают целевыми наборами в педагогический колледж и Севастопольский госуниверситет и переподготовкой. Что интересно, сейчас многие экономисты переучиваются на учителей математики. По модной когда-то специальности работу найти не смогли и выбирают надежный вариант. Кроме того, учителя приезжают в Севастополь. Но готовы ли остаться? Наталья Антипьева, кандидат филологических наук, преподавала в педагогических вузах. Сама готовила учителей, а потом решила пойти в школу. Севастополь приехала из Краснодарского края. Причем первая попытка была еще 4 года назад. Но тогда из-за неподъемной для бюджетников стоимости аренды квартиры пришлось вернуться. Причем приехала Наталья не пожить у моря, а внедрять новые технологии и современные стандарты, как в лучших школах страны. Думаю, что не будет лишним привнести сюда вот тот опыт информационных технологий, которые я приобрела в своей работе, развивать вот это направление цифровизации школы. Сюда можно отнести и 3D-лаборатории, которые способны не только развить личность ребенка, но и дать возможность увидеть успех на занятии. С трудовым азартом на первое место работы пришла Анастасия Ляпина. Она окончила педагогический колледж с отличием, получила доп. образование по специальности социальный педагог, учится на филолога и тоже хочет внедрять на уроках современные технологии. Девушка снимает небольшую комнатку. Даже очень скромную однушку в Севастополе найти дешевле 20 тысяч рублей проблематично. Для молодого учителя просто неподъемная сумма. Служебная жилплощадь для Анастасии – мечта, о которой даже говорить стесняется. Хочу, конечно, дачу получать от этого, то, что я вкладываюсь в работу. Ну да, конечно же, хотя, как любому другому, хотелось бы, чтобы было собственное жилье. Действительно, раньше оставалось только мечтать о подобных благах. Дом для учителей был построен более 20 лет назад, единственный в Севастополе, за всю историю Севастополя. И больше этого никогда не было. Единственный раз там отдельно для педагогов был построен дом. Больше этот вопрос никак не решался. Но то самое служебное жилье строить будут, конечно, не только, чтобы привлечь специалистов из других регионов. В первую очередь для севастопольцев, которые смогут улучшить свои жилищные условия. По предварительным оценкам, порядка 2,5 тысяч квартир построят для бюджетников с севастопольской пропиской. За месяц, который я здесь нахожусь в Севастополе, я уже провел личные приемы, огромное количество обращений граждан, которые на мое имя поступают, которые я регулярно читаю. В общем, 70% всех обращений касается проблем с жильем. Это, прежде всего, люди, которые работают в Севастополе, которые много лет здесь живут в социальной сфере, которые живут в общежитиях, у которых есть ордера, которые были выписаны еще в советский период и которые не были реализованы. И у людей, конечно, большие ожидания как раз перед государством о том, чтобы жилищный вопрос каким-то образом должен решаться. И, наверное, программа будет состоять из двух частей. Мое личное видение, что для севастопольцев это должна будет быть возможность получить квартиры по тем нормам жилищным, которые сейчас приняты, ну, то есть улучшить жилищные условия и получить новое жилье. А для вновь пребывающих специалистов, конечно, это служебное жилье по контракту на какой-то период, на тот период, когда они находятся, будут работать здесь, в Севастополе. Проблему, говоря о строительстве будущего культурного кластера, озвучил и главный режиссер театра имени Луначарского Григорий Лифанов на встрече общественности с Владимиром Путиным в Симферополе 18 марта этого года. Культурный кластер предполагает строительство театра оперы и балета, музейного комплекса, хореографического училища и жилищного комплекса для сотрудников этих учреждений. И, естественно, возникает сразу же такое коварное противоречие, потому что есть деятели искусства, культуры Севастополя, которые давно уже живут и работают в Севастополе, а жилья не имеют. То есть вот есть такая проблема. И если появится жилищный комплекс для сотрудников этого кластера, то хотелось бы, чтобы не забыли и о работниках культуры Севастополя. Тогда президент пообещал уделить этому вопросу внимание. И вот теперь появляется реальный механизм решения. Но, конечно, пока далеко не все вопросы сняты. У региональных властей впереди гигантская работа – подобрать место, где возможно такое масштабное строительство. Как отметил Михаил Развожаев, уже есть несколько точек, которые можно рассматривать под строительство такого жилья. Еще одной задачей станет поиск подрядчика, учитывая, что на полуострове в сфере строительства выбор невелик. Михаил Развожаев озвучил новаторское предложение. Мне, конечно, бы хотелось, чтобы это была государственная некая программа, которую будет реализовывать один государственный агент. Чтобы мы не увязали какое-то бесконечное количество аукционов, конкурсов с разными подрядчиками частными, у которых могут быть не всегда прозрачные и чистые интересы, связанные с тем, чтобы ввести квартиры по той цене, по которой мы планируем построить. Поэтому мне хотелось бы, чтобы это был единый государственный подрядчик. Соответственно, над этим буду работать. Еще предстоит обсуждать конкретные инструменты и детали. Но важно, что президент в целом поддержал такую программу. Если финансирование будет заложено в федеральный бюджет на ближайшие три года, то начать стройку можно весной 2020-го. Осправлять новоселье врачи, учителя, работники культуры и соцсферы смогут уже в 2021-м. Марина Кравцова, Андрей Тымчук, Севастопольское телевидение. Каким будет следующий шаг Михаила Развожаева, увидим. А пока о том, какие еще события произошли в нашем городе за эту неделю. В понедельник по всей стране почтили память подводников, погибших на подлодке «Курск». Атомная субмарина потерпела крушение в Баренцевом море в 2000 году. Погибли все 118 членов экипажа. Восемь из них были из Севастополя. Командиру Курска Геннадию Лячину посмертно присвоено звание Героя России. А 117 членов экипажа и находившиеся на подлодке специалисты посмертно нагождены орденами мужества. В Севастополе в этот день родственники и сослуживцы погибших возложили цветы на кладбище коммунаров. Там же прошел митинг-реквим в честь героев. Утром в храме архистратига Михаила отслужили панихиду по погибшим морякам. Филиал Нахимовского училища появится в Калининграде. Он завершит формирование системы довузовских учебных заведений военно-морской направленности в местах базирования всех лотов России. Об этом во вторник сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Сейчас филиалы Нахимки есть в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Севастополе и Мурманске. Новое учебное заведение станет одним из самых красивых архитектурных сооружений города. На первом этапе возведут учебно-административный корпус. На втором построят крытую автостоянку и спортивный комплекс с бассейном и рядовым катком. Планируется, что уже в следующем году в Калининградском филиале Нахимки за парты сядут 560 воспитанников. Севастопольцы недовольны качеством перевозок на общественном транспорте. Чаще всего они жалуются на нарушение маршрутного расписания. На втором месте жалобы на качество дорожного покрытия. Об этом на неделе шла речь на аппаратном совещании в правительстве. Все автобусы и маршрутки оборудованы системой отслеживания ГЛОНАСС. Отклонения мониторят в диспетчерском центре. С середины апреля 7 перевозчиков получили более 200 подписаний. Но жалоб от людей не становится меньше. В Рио губернатор Михаил Развожаев поручил проанализировать проблему. Если виноваты перевозчики, ужесточить санкции. Также Михаил Развожаев поручил проверить, есть ли возможность разместить остановки общественного транспорта ближе к жилым массивам в сельской местности. В 131 детском саду на проспекте Октябрьской революции обновление. В дошкольном образовательном учреждении капитально отремонтировали пищевой блок и прачечную. Для этого из городского бюджета выделили почти 3,5 миллиона рублей. Сообщили в среду в департаменте образования. Всего же на ремонт и модернизацию образовательных учреждений только в этом году город направил 920 миллионов рублей. Деньги направят на обеспечение безопасности, проведение коммуникации и освещения, ремонт фасадов, дверей, крыш, благоустройство и закупку оборудования. В целом в городе для всех образовательных учреждений разработана специальная программа развития. Она действует до 2021 года. На Крымском полуострове создадут два археологических кластера для развития археологии и туризма. Первый такой центр появится в Керчи, а второй в Севастополе на базе Херсонесского музея. Об этом сообщил в среду ведущий сотрудник Института археологии Российской академии наук Сергей Внуков на пресс-конференции. Он подчеркнул, что Крым – золотая жила для исследователей, однако им часто приходится прерывать свою работу. Не хватает квалифицированных кадров и финансирования. Создание кластеров решит эти и многие другие сложности для археологов. Кроме того, объекты будут включать в себя музейную научно-исследовательскую составляющую, и все это позволит сохранить историческое наследие. По улицам города будет курсировать необычный троллейбус. Вместе с пассажирами в нем будут ездить античные воины, американские золотоискатели, газетчик и горожане 19 века. А еще древнерусский ансамбль и гармонист времен Великой Отечественной войны. Появится такой исторический общественный транспорт всего на несколько дней. С 9 по 12 сентября. Именно в это время в городе будет проходить 6-й Крымский военно-исторический фестиваль. Целую неделю в городе будут работать различные тематические площадки, проводятся мастер-классы по ремеслам. А вечером 12 сентября заработает восстановленная танцевальная площадка «Ивушка». На ней состоится городская тематическая ретро-вечеринка. Настоящий рай для экстремалов обещают в этом году организаторы фестиваля экстремального туризма «Иксфест». Он пройдет на площадке у подножия горы Гасфорда 24-25 августа уже в третий раз. В этом году, по словам организаторов, события станет одним из самых масштабных в России. Зрителей ждут 16 интерактивных площадок, выступления звезд мирового экстрима, шоу-программы с мировыми рекордами и яркие музыкальные концерты. В день открытия пройдет грандиозное представление с диковинными декорациями, каскадерскими трюками и элементами авиашоу. Также в этот день можно будет увидеть легендарное «Биг Бро Шоу», главным героем которого станут машины с гигантскими колесами. Прямую трансляцию фестиваля можно будет увидеть в эфире Севастопольского телевидения. Россияне все чаще стали жаловаться на нарушения в сфере услуг. И больше всего жалоб поступает на услуги коммунальные. Такие данные на этой неделе озвучил Роспотребнадзор. Ежегодно ведомство получает около миллиона обращений, и почти 60% из них касается ЖКХ. Но рост количества жалоб можно отнести не только к провалам. Эксперты говорят о растущей грамотности российских потребителей и умением постоять за свои права. Например, в Севастополе управляющие компании одна за другой стали проигрывать судебные иски обыкновенным жителям. Как из ЦАМ удается то, чего, кажется, раньше никогда не удавалось никому? Каково это получить деньги за многолетние коммунальные мучения? Существует ли хоть один способ проучить нерадивых коммунальщиков, не переступая пороги судов? И есть ли жизнь с проигравшей управляющей компанией после судебных тяжб? Александра Ковалева встретилась с жильцами-победителями и попробовала разобраться в томах их судебных дел. Когда идет дождь, у нас постоянно идут протечки вдоль стены. Вот этот угол тоже постоянно потоки воды. Вот посмотрите, что с мебелью. Она начинает расслабиться. Жители верхних этажей в Севастополе объединила одна беда – июньские ливни. У кого-то стихия стала непрошенным гостем только в одной комнате. Валентина Красовского – во всей квартире. Водопады били с потолка четко по семейному бюджету, а ведра и миски стали неотъемлемой деталью интерьера. Но и они выручали не всегда. Здесь сейчас зашито пластиком, но когда большую дождь, приходится ее снимать, что-то там высушить. Вот даже до сих пор какой-то запах сырости есть имеется в ваннах. Хотя у нас здесь проветрится, все нормально. Заливала квартиру с шестого технического этажа. Шатровая крыша давно нуждалась в ремонте. В какой-то момент жильцы поняли, что начинают тонуть в этой проблеме. Количество жалоб в управляющую компанию росло. Результата не было. Коммунальщики пожаловали только после того, как жители обратились в госжилнадзор. Но и это не решило вопрос. Основные места протечек так и не золотали. Достучаться до коммунальщиков не помогли и фотографии, сделанные после ливня. Жильцы вышли на борьбу со стихией самостоятельно. Основная протечка – это вот, где заливают кухню. Здесь сплошной поток воды идет. Я здесь как мог зацементировал, но это не помогает. Кто за что в ответе. Жилищный кодекс проводит четкую границу. Все, что за пределами квартиры, коммунальные службы должны регулярно осматривать и, если нужно, чинить. Любая трещина в подъезде, протекающая крыша или неутепленная дверь могут стать поводом для судебного иска со стороны жильцов. Чтобы добиться компенсации, нужно доказать, что в квартире нанесен вред из-за действия, а точнее бездействия коммунальных служб. Первое, что необходимо для собственника жилья, зафиксировать на фото и видео эти моменты. Какие документы необходимо предоставить в суд? Ведь заключение эксперта акта осмотра, в котором указывается размер объема, причинивший причинение вреда. Далее, необходимо правоустанавливающие документы от собственника жилья. Решать проблему соседи стали вместе, через адвоката. Независимый эксперт составил смету и оценил ущерб, нанесенный в квартире Красовских, в 51 тысячу рублей. Эту смету мы с письмом отправили в управляющую компанию, как бы решить все это мирным путем. Или они там деньги вышибили, или прислали рабочих, или материал мы сами можем это сделать. Но они нам выдвинули целый список подготовительных бумаг. Там ужас. Я бы полгода эти бумаги собирал. Это стало последней каплей. На управляющую организацию Севжилсервис подали в суд. Но и на заседание представители неуловимых коммунальщиков тоже не явились. Гадаринский районный суд установил, что поскольку в период заливов дом находился в управлении ООО Севжилсервис, именно ООО и должно отвечать за ущерб, который причинен ИСЦУ. Законодательно установлено, что управляющая организация несет ответственность за причиненные убытки, если она не обеспечивает надлежащее техническое состояние общего имущества многоквартирного дома. Как результат, управляющая компания должна выплатить ИСЦУ ущерб от затопления квартиры, расходы на экспертизу, услуги адвоката и компенсацию морального вреда, а также штраф за отказ, исполнить требования в досудебном порядке. В сумме это 130 тысяч рублей. Чуть меньше, 104 тысячи должны выплатить коммунальщики и соседям Красовских. А вот в доме номер 13 на улице Шевченко до суда пока не дошло. Хотя во время ливней плоская крыша малосемейки превратилась в настоящий бассейн. У нас там по колено воды было на крыше, наверху. И чайки летали. Бассейн был, да, да, да. Когда поднялись, там чайки плавали на крыше. Как выяснилось, крыша, а главное ливневка, были заполнены мусором. Несмотря на то, что сотрудники управляющей компании должны были проверять состояние кровли как минимум два раза в год. Результат бездействия вылился в проблему. Оно видно еще до сих пор. Следы остались черные под обоями. Вот здесь стекло. Три ведра воды я собрала. Соседка собрала девять. Вот эта вот плита у нее лопнула от напора воды. Как и в предыдущем случае, жильцы и написали заявление в Госжилнадзор. Во время проверки факты подтвердились и должностным лицам управляющей компании Гагаринского района 2 назначили штраф 50 тысяч рублей за нарушение лицензионных требований по управлению многоквартирными домами. Статья 14 Кодекса об административных правонарушениях. Правда, пока расставаться с суммой коммунальщики не спешат и собираются обжаловать постановление Госжилнадзора. Вместе со штрафом управляющей компании выдали и предписание на проведение текущего ремонта крыши над квартирами заявителей. 5 августа работники залатали кровлю, отремонтировали водосток и убрали мусор. Состояние крыши после текущего ремонта проверил инспектор. По факту нам предоставлены акты выполненных работ. Визуальным осмотром мы определили, что выполнена работа. Крыша в удовлетворительном состоянии. Ремонт решил проблему, но не до конца. А сейчас дожди идут, у нас не течет. В нашей квартире именно. Но у соседки, у которой Наташи двое детей маленьких, у нее течет до сих пор после каждого дождя. Даже после ремонта. Раз имуществу нанесен ущерб, жильцы имеют право обратиться в суд на управляющую компанию и хорошие шансы выиграть дело. Открытой статистики о том, сколько исков севастопольцы подали в этом году на коммунальщиков, пока нет. В суде нам сообщили, что не ведут анализ таких дел. Некоторые данные есть у госжилнадзора. Чаще всего жители обращаются в суд при помощи этого контролирующего органа. Юристы помогают им оформить иски о понуждении управляющей компании исполнить предписание, ранее выданное госжилнадзором. Всего за полгода отдел правовой работы подготовил 18 таких заявлений. По результатам работы за прошлый год выиграно 16 исков, еще 27 в работе. Александра Ковалева, Владислав Иванов, Анатолий Кукса, Севастопольское телевидение. Понятно, что в этой борьбе за свои права и рассеяние севастопольцы пока еще в начале пути. Но даже первые единичные победы – пример того, что свои права можно и нужно защищать. Если, конечно, идти к своей цели, а не бессильно сетовать на окружающий мир. А вот еще о каких событиях этой недели я хотела бы вам рассказать. СИМФЕРОПОЛЬ Благодаря профессионализму экипажа все остались живы. За медицинской помощью обратились около 20 человек. Уже вечером того же дня первые пассажиры прилетели в аэропорт Симферополя другим рейсом. Некоторые отказались продолжить полет. Экипаж лайнера будет представлен в государственной награде. На Черноморском флоте прошли совместные учения самолетов разведчиков и кораблей. По легенде, малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и сторожевой корабль «Сметлевый» выступали на стороне условного противника и готовились нанести ракетный удар по стратегически важным объектам Крыма. Задача экипажа самолетов была – как можно быстрее обнаружить группу кораблей и передать их координаты. Эти летно-тактические учения Черноморский флот проводил вместе с штурмовой и морской авиацией Южного военного округа, сообщает прислужба Черноморского флота. С Одначевного моря в Крыму подняли немецкие танки «Штук-3». Радио «Спутник» рассказал в среду, что в экспедиции понимали участие и новороссийские водолазы. Они обследовали и помогли доставить на мелководье при помощи крана технику на сушу. Чтобы облегчить вес машин, специалисты под водой отсоединили башню и некоторые элементы брони. По предводительным данным, танки были на борту затопленного в 1943 году немецкого транспортного судна «Санта-Фе». Позже их планируют перевезти в Севастополь. На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд – 35 989 машин за сутки. Это данные за 12 августа. Прежний суточный максимум был в воскресенье – 11 августа. Тогда по мосту проехало 35 307 автомобилей. Примечательно, что в 2018 наиболее высокая интенсивность движения была также 12 августа. В целом за 10 недель текущего лета по переправе проехало более полутора миллионов машин. Поток традиционно вырос в пик сезона отпусков. 17 августа состоялся первый матч нового сезона чемпионата Крымского футбольного союза. На своем поле футбольный клуб «Севастополь» принимал Керченский океан. Подопечные Станислава Гудзикевича победили со счетом 3-1. Прямую трансляцию можно было посмотреть на канале «Севастополь-24». На 17-й минуте новичок ФК «Севастополь» Владислав Цой забил свой дебютный гол за наш клуб. Во втором тайме на гол Керчен на 62-й минуте моряки ответили точными ударами Алексея Яблонского и еще одного новичка Игоря Рогованова. Стоит отметить, что на второй тайм матча приехал в Рио губернатор «Севастополь» Михаил Развожаев и командующий Черноморским флотом Игорь Осипов. Они тоже стали свидетелями победы моряков. Аттракционы на пляжах, в парках, торгово-развлекательных центрах – одно из массовых и востребованных летних развлечений. Однако, взбираясь на очередную горку, редко кто из нас задумывается о том, насколько же она безопасна. Есть ли у ее владельцев допуски и прочие виды документов, которые требуют закон от организаторов такого рода развлечений. А если речь идет о детских аттракционах? На этой неделе прокуратура обнародовала тревожные данные. Целый ряд таких аттракционов в городе не имеет допуска к эксплуатации. То есть пользоваться ими запрещено. Дорушители работают в основном на популярных городских пляжах и в парках. Временно аттракционы закрыли. Но только ли владельцы зон отдыха несут ответственность за то, что работают не по закону? Нет ли в этом и нашей потребители вины? Знаем ли мы, какие они, обязательные требования при эксплуатации аттракционов? Как и чем должны быть оборудованы игровые зоны и зоны с развлекательными конструкциями? Наталья Двойцина побывала на популярных пляжах города и местах развлечений и провела собственную операцию. Операцию аттракцион. Пляж Учкуевка – одно из самых массовых мест отдыха в летний сезон. Развлечений хоть отбавляя, когда взрослых, так и для малышей. У детей популярностью пользуются надувные водные горки. Их здесь три. Но несколько дней назад владельцу этих аттракционов прокуратура Нахимовского района вынесла предписание, тем самым запретив эксплуатацию горок. Эксплуатация детских аттракционов на пляже Учкуевка допускалась без талона допуска на ежегодную сезонную работу, эксплуатацию. Также не находились на рабочих местах аттестованные работники, отвечающие за безопасную работу аттракционов. Отсутствовали ограждения, отсутствовали журналы ежедневного допуска аттракционов к эксплуатации, а также журналы технического состояния и ремонта аттракционов. Но устранение всех нарушений предпринимателю дается срок – 30 дней. В течение этого времени работа горок не допускается. Но соблюдают ли требования предприниматели? Чтобы это проверить, сотрудники прокуратуры вновь выходят на объект, а мы вместе с ними. И мы подошли к первому объекту, что можем сказать, вот таким оригинальным способом проход перекрыт, и аттракцион не работает. А как так получилось, что работали без разрешителя на талон? У нас это нововведение в новом году, ну, в первый раз в этом году. Поэтому, когда пришла прокуратура, выписала нам предписание, мы обратились в гостехнадзор за свидетельствием получения талонов. А почему? Вы не знали до этого, что так? Нет, до этого не было. А как так? В прокуратуре Нахимовского района говорят, проверки, соблюдение требований законодательства в сфере благоустройства, функционирования аттракционов и других сооружений для отдыха детей – это работа систематическая. В этом году выявлены 10 объектов, которые эксплуатируются без соответствующих разрешительных документов. Это аттракционы на территории пляжей и в других местах отдыха детей. Пляжи Орловка-1, Нахимовец, Учкуевка. В Лукоморе там выявлено три аттракциона, техническое состояние которых вообще не позволяет эксплуатировать данные аттракционы. Когда мы приехали проверять парк, эти аттракционы эксплуатировались, на наших глазах на них катались люди. Все техническое состояние, безопасность данного аттракциона, эта ответственность лежит на собственнике этого аттракциона. У него это прописано даже в должностных инструкциях. Что касается документов, которые должны быть на руках у владельцев аттракциона. Свидетельство о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. Паспорт объекта, акт о техническом состоянии, который выдается ежегодно. Журнал инструктажа об охране труда. Инструкция по обучению персонала. И самый главный документ – это талон допуска на эксплуатацию аттракциона. Он, как и информационные таблички с ограничением возраста и правилами безопасности пользования, должен быть на видном месте для потребителя. То есть на каждой качалке, карусели, водной горке и других развлекательных конструкциях. В принципе, по пляжу Учковка результат такой. Всеми детскими аттракционами, надувными горками здесь заведует один предприниматель. И результат, который мы увидели сегодня, это то, что ни один развлекательный детский объект не функционирует. Какие документы должны быть, как должен быть оборудован аттракцион, мы разобрались. Едем дальше. Мы приехали на пляж Любимовка. Здесь мы уже проведем свою проверку без сотрудников прокуратуры. Но по ранее озвученной нам информации, здесь тоже предпринимателям были выданы предписания. И поэтому детские горки, по сути, не должны работать. Но мы проверим. Вот первый объект. По сравнению с предыдущим пляжем, здесь мы не видим, что он как-то перекрыт. Здесь даже стоит тазик с водой для мытья ног. Соответственно, мы предполагаем, что, в принципе, горка работает. Правда, пока на ней никто не катается. Вокруг горок ни души, ни контролера, ни владельца. Ищем хоть какое-то ответственное лицо. И вот молодой человек. Он сообщает нам о том, что покататься сейчас мы не сможем. Горки не работают. А почему тазики стоят и нет никаких... Потому что я занимаюсь профилактикой. Мне же подниматься надо, а ноги в песке. Поэтому тазики стоят. А так они не работают? Сегодня нет, конечно. Вы же видите, они в песке. Надо песок мыть, чистить их. А когда откроетесь? Завтра. Следующий вопрос. А есть ли талон допуск на эксплуатацию аттракциона? Ну, это не ко мне вопрос. Я по чистке, уборке. Я не занимаюсь прокатом. А кто занимается? Ну, его нету сегодня. Сегодня же не работает. То есть завтра придет? Да, завтра приходите и поговорите по этому поводу. А вчера работал? Ну, чуть-чуть они вроде работали. А связаться можно как-то позвонить сейчас, спросить? Не знаю, я ему недавно звонил, он говорил, что занят. Ну, давайте попробуем с вами. Севастопольское телевидение. У вас есть здесь детские горки, да? Батуты. Подскажите, документацию можно посмотреть где-то? А где? Мы долго еще пытались выяснить где. В итоге нам предложили встретиться через час у одного из местных магазинов. Хорошо. Пока идем дальше. И вот еще одна водная горка. Детишки вовсю катаются. Подскажите, документы есть на ведение деятельности? Талончик специальный? Пойдемте. Покажите, пожалуйста. Пока владелец ушел за документами, осматриваем горку, но не находим информационной таблички. Выясняется, что она есть, но не на своем месте. Табличка есть, но она вот спрятана. Не спрятана, вредители оторвали ее. Возвращается владелец с папкой документов. Уверяет, что все есть. Просим самый главный документ. Талон допуска на эксплуатацию. Талона нету пока, потому что документы сейчас подаются в гости. Вы не имеете права без талона осуществлять деятельность? Ну да, я знаю. Почему вы работаете? Потому что лето, надо как-то отбиться. Как бы затрачено же на все. У вас есть предписание с прокуратурой, вы его не выполняете? Мы его устраняем. Вы не имеете права вести деятельность до устранения? Ну да. Спасибо большое. Мы понимаем, что деятельность ведется незаконно, и предписание прокуратуры не выполняется. Пошли дальше. Вот еще одна горка. Сейчас узнаем, как здесь обстоят дела, но тоже по нашей информации она не должна функционировать. Здравствуйте, а можно прокатиться на горочке? Ну, можно, конечно. Можно? Да. Скажите, есть разрешительные документы на ведение деятельности? Покажите, пожалуйста. И талончик на эксплуатацию. Можно? Сейчас я схожу за ними, они здесь в машине у меня. Да, пожалуйста. Подождем, пока Иван сходит в машину за документами, посмотрим, что он нам покажет. Документы на ИП, на аренду. Вы не имеете права вести деятельность? Почему ведете? Ну, это все в процессе, я понимаю. Не имеете права. А если их долго делают, допустим, эти все талоны? Значит, вы не имеете права все равно этого делать. Несмотря на то, что и у первого, и у второго предпринимателя нет талонов допуска, есть предписание прокуратуры, горки все равно функционируют. Сигнализируем в прокуратуру. Информацию передали. Собираемся на другой пляж. Но перед этим... Нам обозначили место встречи. Сюда сейчас обещают поднести документы тех первых горок, которые мы увидели на пляже Любимовка, где был санитарный день. Талон допуска есть у вас? Талон допуска именно покажите нам? Талон допуска, значит, не в этой сумке. Все документы в сумке, а талона допуска нет? Ну. Значит, нет талона допуска? Есть. Ну или нет. Ну, на данный момент нет, конечно. А завтра работаете? Каждый день работаю. А талон допуска где? Талон допуска. Честно говоря, затрудняюсь ответить на этот вопрос. Ребят, здесь тоже нет талона допуска. Это тоже обращение в прокуратуру. Еще одно популярное место отдыха – это пляж Омега. Пока визуально ни одного детского аттракциона мы не увидели. Мы прошли по всему пляжу, но нигде никаких водных аттракционов для детей не нашли. Зато есть вот детский уголок. Севастопольское телевидение. За технику безопасности кто у вас отвечает? Я. Вы это? Сейчас, на данный момент, да, я. А как вообще процедура происходит? Есть ли все необходимые документы для работы? Можете на право пойти, там висят все сертификаты. А как часто проверяются аттракционы? Каждый день проверяем. У вас для этого определенное лицо какое-то или что? Операторы проверяют, я за ними проверяю, да. Если мы что-то видим, что не так установлено, вызываем рабочих уже. Они это все исправляют. Небезопасный такой аттракцион для экстремалов, да, веревочный парк. Но, как мы видим, талон допуск на эксплуатацию аттракциона есть. И датирован июнь 2019 года. Все в порядке. Согласно правилам, все есть. И информационные таблички. Здесь можно ознакомиться с правилом посещения этого аттракциона. В случае непредвиденной ситуации, кто отвечает за безопасность? Я, администратор, сейчас на данный момент я. Несете ответственность? Родители подписывают согласие, да. О том, что согласен с правилами и какие-то действия ребенка, за них отвечают родители. Мы отвечаем за то, что эксплуатация аттракционов пройдет безопасно. Перед тем, как ребенок заходит на батут, ваши действия? Рассказать правила ему, чтобы он соблюдал их. Проверить носочки. Наличие носочков, ну все. На батуте также имеется талон допуска на эксплуатацию аттракциона. Скажите, как следите за безопасностью детей во время отпуска, отдыха? Во-первых, находимся рядом с детьми, когда они находятся в воде. А доверяете аттракционам современным? Ну, опять же, смотрим самим, страшно или нет. Если не страшно, то ребенку разрешаем. Если страшно, чувствуем, что может что-то быть. Пытаемся ребенка отговорить или просто не приводим туда. Теперь мы в Ленинском районе. Один из самых популярных здесь парков. Детский парк, конечно же. И вот давайте тоже посмотрим, как здесь настроена работа. Есть ли все документы. Разнообразие аттракционов здесь на самом деле достаточно большое. И для детей постарше, и для самых маленьких. И вот, например, один из аттракционов, да, машинка. Но вот, к сожалению, ни возрастных ограничений, ни как эксплуатировать аттракцион, никаких опознавательных знаков на нем нет. Вот вопрос, почему, попытаемся сейчас задать сотрудникам. На камеру с нами общаться отказались, но ответ оказался простым. Правила пользования на каждый детский аттракцион, аттракцион для самых маленьких, вот на таком своеобразном стенде присутствуют. Вот, расписаны, да, на листах, как пользоваться, возраст деток. И здесь в уголочке есть и талоны допуска. Аттракционный комплекс качалочки и вертолеты. Популярный аттракцион – автодром, да, детский. И здесь, в принципе, все в порядке. И талон допуска, и все необходимые, вся необходимая документация присутствует. Правила пользования. Также вот они прописаны. Катаются. А перед тем, как заходите на аттракцион, вы знакомитесь с правилами? Ну, когда очередь ждешь, обычно читаешь вот здесь то, что написано. Ну, скажите, в ваши обязанности-то что входит? А тут написано все, что входит. А если я слепая? Я буду читать? Скажите, вы инструктируете или нет при посадке на карусели? Что входит в ваши обязанности? Посадка, высадка и как себя вести. То есть вы общаетесь с людьми? Ну, а как же? Ну, как можно с людьми не общаться, девочки? Всякое бывает. Опасаетесь, не опасаетесь вообще? Вот как вы подходите к аттракционам? Читаете правила, не читаете правила? Читаем правила, конечно. У меня еще ребенок такой, она пока все сама не проверит, что это безопасно, что можно лазать, прыгать, кататься. Она сама не будет делать, поэтому я спокойна. А вы наблюдаете или что вы, как ваши действия? Наблюдаю, конечно. Просто наблюдаете? А сами не участвуют? По-разному бывает, да. Иногда ей нужно со мной прокатиться, прыгнуть. Она понимает, что это можно, безопасно и уже дальше сама. Подведем итог вопросов, как таковых, этот парк у нас не вызвал. Все документации присутствуют, контролеры на месте. Родители довольны и дети счастливы. А как вы следите за безопасностью ваших детей на аттракционах? Доверяете контролерам или же сами бдите? Обращаете ли внимание на правила безопасности и рассказываете ли их своему ребенку? Интересуетесь ли наличием всех разрешительных документов? Наталья Двойсина, Александр Тарасенко, Анатолий Кукса. Севастопольское телевидение. Крым и Севастополь становятся все более популярной съемочной площадкой. Съемки очередной картины художественного фильма «Родина» начнутся на следующей неделе у подножия горы Гасфорта. Режиссер Михаил Матросов посвятит этот фильм роли и вкладу советских женщин, оказавшихся в период Второй мировой войны в концлагере на территории Франции. Съемки еще не начались, но уже вызвали большой геополитический резонанс. Почему картина закрыла режиссеру Михаилу Матросову путь в Европу? За что у него отобрали шенген и 20 часов продержали без еды на границе? Какие пугающие Францию тайны о женском партизанском отряде и Второй мировой войне собирается раскрыть Матросов? Подробности скандальной истории в эксклюзивном интервью режиссера нашему телеканалу. В публикациях о вашем фильме его называют исторический фильм об отряде партизан, женском отряде партизан Родина, которые примкнули к французскому сопротивлению во время Второй мировой войны. Но из того, что вы мне рассказали сейчас до съемки, я поняла, что это не совсем исторический фильм. Какова идея и о чем все же этот фильм будет? Совершенно верно. Он исторический все-таки фильм, но не совсем. История молодой девушки, она сочетается с историей партизанского отряда Родин, кстати, о котором совершенно ничего неизвестно у нас на Родине и за рубежом. Хотя начиналась история во Франции во время Великой Отечественной войны. Это девушки, которые были угнаны с оккупированных территорий Советского Союза за деятельность, связанную с помощью партизанским отрядам на территории Советского Союза. Это были связные в основном. И, в общем-то, их за эту деятельность арестовывали и отправляли в разные концлагеря. И встретились они в итоге в концлагере Эрувиль, это территория Франции, город Тиль. Это достаточно страшное место. Отряд насчитывал 37 человек. Вот эти вот 37 человек и бежали успешно из концлагеря при поддержке сил сопротивления. Мы находимся на территории, где проходит байк-шоу, его называют, эту территорию, логовом ночных волков. Немножко странный выбор локации, кажется, на первый взгляд. Почему он именно таков и как это в фильме будет сочетаться? Да. Вот момент самый, наверное, интересный. Это момент достучаться до умов и сердец молодых людей. Я подумал, что, и, наверное, это правильно, что история войны, Великой Отечественной войны, для молодежи современной, это все равно, что история для нас, ну, скажем, 812 года войны. Уже не совсем понятно. Я придумал такой вариант, как мотоцикл, как девушка на мотоцикле. Такой вариант, где девушка на мотоцикле пытается через свой собственный жизненный опыт, который она получает, пытается познать о истории этого отряда через предложенную ей роль. Она еще и актриса, она пробуется на роль в фильме, на главную роль, на роль этой партизанки. Произошла скандальная история с вашей съемочной командой. Прошлой весной на границе с Польшей случился некий инцидент. Расскажите, что это было, почему это вернулось таким скандалом? Каждый год мой друг, хирург Александр Залазастанов проводит очень интересную акцию, акцию памяти погибших людей, людей, воевавших на войне Великой Отечественной, Второй мировой войне. Это так называемые Дороги Победы, Дороги Памяти. Я присоединился к ним для того, чтобы снять часть своего фильма. Это вошло в мой сюжет, в сценарий моего фильма «Дороги Победы». И вот таким вот образом я поехал с итальянцами, немцами и поляками через территорию Польши, дальше в Европу. Но вот меня остановили вместе с ними, обвинили меня в итоге в международном экстремизме. Мне самому это все очень сложно понять, мне очень сложно понять, как вообще сейчас происходит подмена истин. Получается только так это можно расценить. И наш фильм как раз таки честно и правдиво показывает, рассказывает историю, как она была на самом деле. Что есть зло, что есть свет, что есть добро. Франция как отнеслась к тому, что у вас вам аннулировали шенген, и теперь вы вообще, в принципе, во Францию не ездок. Конкретно Аня Сильвестри, это мэр города Тиль, и она же губернатор региона французского, она же и член парламента Франции. Узнав о моей такой вот беде, она была крайне возмущена. И, в общем-то, от нее последовало официальное, насколько я знаю, письмо, как, в общем-то, осуждающее действие Польши в данном случае. И она же мне выслала новое приглашение на празднование 75-летия юбилея освобождения Франции от фашистов. Французы очень интересовались, интересовались с самого начала тем, чтобы мы, русские, затронули этот вопрос, вопрос о родине. У них, как ни странно, это до сих пор помнят, очень уважают память о этих девушках на тот момент. И они с большой благодарностью к ним относятся. Я не так давно получил звонок от моих друзей, коллег из Франции. И они меня предупредили о возможном скором приезде Пьера Ришара, нашего замечательного французского кино «Все», я бы сказал. То, того человека, на котором ни одно поколение воспиталось, и которого мы до сих пор любим, ценим, уважаем. И в России, естественно, это, наверное, один из самых почитаемых французских киноактеров. И, в общем-то, этот человек должен приехать в начале сентября в Россию. И меня предупредили о том, что вполне возможно, что я буду участвовать в съемках фильма, как раз связанных с его участием. Вот что связано с Крымом, я именно его и хотел перевезти сюда, Пьера Ришара, с этими удивительными людьми, которые его будут сопровождать. Привезти его в Крым, потому как я точно знаю, что он еще ни разу не был в Крыму. Показать ему вот это вот, то, чем мы можем здесь восхищаться сами. Но я думаю, что его французский взгляд тоже это все оценит по достоинству. И особенно, наверное, виноградники, которые он очень любит, и вино прекрасное, и воздух, солнце. То, чего, в общем-то, здесь в избытке, во Франции оно тоже есть. Но все-таки там, наверное, в миниатюре по сравнению с Крымом. И, в общем-то, мы его сюда хотим привезти, показать и надеемся на то, что он влюбится. И вот таким вот образом есть такое понятие, как народная дипломатия. Да, основная дипломатия, бывает, где-то попадает в какие-то тяжелые ситуации, где практически нет выхода, где очень долго требуется времени и усилий на то, чтобы решить какой-то вопрос. И причем этот вопрос бывает нерешим, неразрешаем вообще. Тут приходит на пользу, на выручку народной дипломатии, чем, в общем-то, мы и занимаемся. Спасибо вам большое. Я желаю успеха фирмы. Вот так прошла эта неделя в нашем городе. Так ее увидела я и мои коллеги. Впереди новые семь дней и много новых, не менее интересных событий. Спасибо, что смотрите нас. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова